Друзья, здравствуйте, с вами Юрий. Третий ролик, посвященный Basel World 2019 года. И сегодня поговорим о компании Seiko. Seiko очень много всего интересного привезла, много новых моделей, много новых разработок и дорогих, и очень дорогих. Давайте начнем с Grand Seiko 20-летия Spring Drive в этом году. Естественно, будет обширная линия лимиток. Вот на вашем экране платиновая. Платиновая вещица, очень красивая, очень дорогая. Калибр 9R02, это Spring Drive. Что такое Spring Drive, я вам уже рассказывал, можете посмотреть в ролике выше. Итак, модель SBGZ-001. Платиновый корпус, интересно обработан, посмотрите. Сочетается с циферблатом, выглядит, конечно, бомбезно, но ничего не скажешь. Выглядит обалденно. На циферблате изображен знаменитый узор снежинка, вдохновленный красотой снега в регионе Синьшу. Серебряная отделка циферблата дополняет нижнюю ручную резьбу на платиновом корпусе. Когда секундная стрелка скользящего движения перемещается по белоснежному циферблату с рисунком снега, владелец будет ощущать естественное течение зимы и красоту нашего природного мира в его чистейшем, первозданном состоянии. Часовая и минутная стрелки и часовые метки изготовлены из 14-каратного белого золота, чтобы их блеск сохранялся в течение десятилетий. Название Grand Seiko, минутные метки и все другие маркировки выгравированы на циферблате. Механизм. Студия Micro Artist внесла свой первый вклад в Grand Seiko, представив 8-дневные часы Spring Drive, 8 дней запас хода, калибр 9R02. Новый механизм имеет две главные пружины, установленные параллельно в одном цилиндре и использует уникальную систему возврата крутящего момента, чтобы обеспечить запас хода 84 часа. Индикатор запаса хода виден через заднюю крышку корпуса из первого стекла и напоминает колокольчик, являющийся символом Seadiri, где расположена студия, вот этот вот микроартист, которая создала данный механизм. Лимитированная серия данных часов SBGZ001, выпущено всего 30 штук, какая будет цена не знаю, но уверен в районе миллиона рублей точно, 100%, и естественно не всем будет под силу это купить. Также модель SBGZ003 в платиновом корпусе, той же микроартист студио. Здесь у нас дизайн, также на циферблате изображен знаменитый узор снежинка, вдохновленная красотой снега в регионе Синьшу, и все, собственно говоря, то же самое. Тот же самый 8-дневный механизм 9R02, но по деньгам они будут стоить немного дешевле за счет того, что более простой корпус, то есть не так обработан, как 001 модель. Но опять же по цене, сколько это будет стоить, я не знаю, информации такой нет. Следующая модель из 18-каратного желтого золота, то есть не из платины. Также микроартист представила данную модельку. Тот же самый циферблат снежинка, то есть все то же самое по сути. Калибр Spring Drive 9R31, имеет ту же структуру с двумя пружинами, что и 9R02, но запас хода здесь на 72 часа. Модель называется SBG-Y002. Вот такая вот штука из золота. Следующая также лимитка из нержавейшей стали, самая бюджетная из этой серии. Также микроартист. Часовая студия находится в регионе Шинсу, где производятся все остальные часы Grand Seiko Spring Drive. Студия привносит свое мастерство изготовления часов на вечеринку в честь 20-летия Spring Drive в виде двух дополнительных наручных часов с ручным заводом, отличающихся изысканностью. Общий дизайн классических Grand Seiko, заниженный и изысканный с острыми стрелками, часовыми метками, которые позволяют тонкое взаимодействие света и тени, что является неотъемлемой частью подписи Grand Seiko. Циферблат снабжен сияющим рисунком, чтобы можно было разглядеть всю уникальную красоту природы Японии. Здесь механизм 9R31, 72 часа запас хода, та же структура с двумя пружинами, но чуть-чуть подешевле, лимитка 700 штук. Фух, дорогие, конечно, модельки вышли, давайте идем дальше. Также Grand Seiko, но уже спорт коллекция, также к 20-летию Spring Drive. Лев неспроста изображен, здесь уникальные циферблаты, очень красивые под львиную гриву. Лев – вечная эмблема Grand Seiko. В честь 20-летия Spring Drive Grand Seiko представляет новый дизайн в своей коллекции спорт. Дизайн вдохновлен силой и мощью льва Grand Seiko, знака которой долгое время был символом Grand Seiko. Знак льва родился вместе с первым Grand Seiko в 1960 году. Он отражал стремление команды Grand Seiko сделать часы, которые были бы точными, долговечными и красивыми, насколько это было возможно, и показал интенсивность их решимости. Они определили свою цель, как сделать королем часов. Так и получилось, что знак льва стал символом внутренней силы Grand Seiko и вдохновил часовщиков создавать самые лучшие часы, на которые они способны. Обратите внимание на циферблат – львиная грива. Ну, вообще, обалдеть. Красота, конечно, неимоверна, друзья. Корпус, который воплощает в себе интенсивную силу и достоинство львов, расположен под углом внутрь, чтобы обеспечить мягкую посадку на запястье. Он воспроизводит силу передних лап льва, чтобы схватить, а не освободить добычу, обеспечивая подавляющее ношение. В общем, хватают сейковцы ваши деньги и отдают вам часы. Ушки корпуса похожи на львиные зубы, имеют плоскую поверхность без искажения при полировке за рацию и отделка очень точная, микро. Смотрите, сочетается полировка глянцевая и матовая. Дизайн корпуса создает смелое впечатление, как лев. Циферблат имеет рисунок, изображающий гриву льва, который является доказательством царя зверей. Секундная стрелка с плавным движением, уникальным для спринг-драйв, изящно скользит по львиной гриве. На всех трех часах изображен символ льва в виде вставки из 18-каратного золота на роторе. Точность механизма плюс-минус 0,5 секунд в день. То есть, друзья, в месяц мы с вами можем рассчитывать на 15 секунд. Для механики это шикарно. Спринг-драйв, в принципе, имеет такую классную точность. Grand Seiko спортивная коллекция. Смотрите, выпущено будет три модели. Две модельки на калибре 9R96 и одна на калибре 9R15. Спринг-драйв Grand Seiko Sport к 20-летию состоит из трех моделей. Все лимитки по 500 штук на браслете и на красном ремешке 100 штук всего будет выпущено. Прекрасные часы, очень приятные, мне кажется, очень красивые, очень интересные, но, к сожалению, не всем доступные. А так, с удовольствием бы поносил модель SBGC231. Шикарная. Идем дальше. Заканчивать будем моделями Grand Seiko, выпущенными специально для милых дам. Grand Seiko автоматик для женщин. Новая элегантная коллекция. Калибр 9S27. Новая механика. С высокой производительностью. Запас хода до 50 часов. Точность от плюс 8 до минус 3 секунд в сутки. Новейший сплав Spron 610 используется для пружины баланса. Вилка, поддоны и спусковое колесо изготовлены тоже как-то очень по-умному. И каждые часы проходят строгую 17-дневную процедуру тестирования. В общем-то, классные часы из стали и из золота для милых дам. Из 18-кратного золота сейчас на вашем экране. В июне 2019 года будут эти часы выпущены. Кто может себе позволить, я думаю, ваши дамы будут вам благодарны. Но вот, собственно говоря, модельки из стали. Конечно же, они выглядят намного попроще, чем золотые. Скажу, что диаметр корпуса 27,8 мм. Перламутровый циферблат. Где-то добавляют бриллиантов, где-то не добавляют. Модельки из стали также будут выпущены в июне 2019 года. Про Grand Seiko закончили, идем дальше. Grand Seiko представляет новую Prospex линейку LX. Что же за LX такое? Скажу сразу, что это топовая линейка. Все модели там будут на Spring Drive от 530 тысяч японских йен. То есть, минимум 300 тысяч рублей, это точно. Элитная коллекция высокого класса. Полировка за рацию. Сейчас на вашем экране дайверы. Spring Drive Professional. 300 метров. Spring Drive механизм. Очень красивая модель, я считаю. Неплохая, такая конкурирующая моделька для Grand Seiko Diver. SBGA 231. И по деньгам, кстати, далеко особо не ушедшая от них. Механизм Spring Drive. Вы знаете, что это механика с элементами идет кварца. Линия LX, Prospex LX отражает истинный дух Seiko на вершине спорта, на суше, на море и в небе. Вот такая вот интересная концепция. Seiko предлагает нам линию LX как, знаете, такую блестящую, яркую, отражающую свет солнечный, блестящую коллекцию. То есть весь корпус часов, он отражает солнце и как бы часы прям вот горят на вашей руке, получается. Характеристики механизмов здесь Spring Drive. Это стандарт 72 часа запасходов в месяц плюс-минус 15 секунд. То есть ничего особо, скажем так, нового не представили в плане механизма. Именно новые модели, новый дизайн. Вы можете видеть SNR 0.25 на браслете, GMT 20 бар, между прочим, защита. Также 0.27 моделька, 0.29 это уже у нас 300-метровые дайверы, 0.31 также 300-метровые дайверы на ремешке. И интересные модельки с GMT SNR 0.33 синим циферблатом и с черным. Но синие прикольно выглядят, конечно, 580 тысяч фунт киен они будут стоить. Очень дорого, хотелось бы себе что-то подобное, но, друзья, очень дорогие модели, прям просто-напросто очень. Также расскажу вам про лимитированную черепаху, модель, воссозданная из дайверов 1970 года. Вы знаете, на вид простая черепашка, к которой мы привыкли к тем часам за 25 тысяч рублей. Но здесь мы с вами видим особенные часы. Итак, представленные в 1965 году инвентационные часы Seiko для дайвера были выбраны дайверами-любителями приключений по всему миру. За 50 лет инноваций часы для дайвинга Seiko стали мировым стандартом. Модель 1970 года выпуска, вот эта черепашка, имеет большую популярность в своей истории. И она будет восстановлена, воскрешена современными технологиями и дизайнерскими интерпретациями. Итак, уникальный профиль и гордая история. Уникальность конструкции 1970-х годов проистекала главным образом из того, как заводная головка, перемещенная в положение 4 часов, была защищена расширением корпуса вокруг нее. Дизайн оказался таким же запоминающим, как и функциональным. И эти 150-метровые водонепроницаемые водолазные часы быстро завоевали популярность среди тех, кто нуждался в часах исключительной прочности. Их носил японский искатель приключений Наоми Уэмура, когда он совершил одиночную прогулку на собачьих упряжках из Гренландии на Аляску. 12 тысяч километров, и заняло у него это 18 месяцев. Сейчас, кстати, нам Наоми Уэмуру покажут. Вот, собственно, тот товарищ, и вот часы в оригинале, которые он носил на протяжении 18 месяцев. Ну, естественно, часы выдержали, естественно, и поэтому они стали легендарными. Что касается новой модели, то они немного больше в размерах, чем дайверы 1970-го года. Ну, понятно, стандарты сейчас другие. Но дизайн сохранился полностью. Та же конструкция черепашки и заводная головка, защищенная в положении 4 часа, находится. Калибр здесь топовый, очень хороший, 8L35. Водозащита 200 метров, полировка, между прочим, за рацию, напомню, японские мечи, Катана полирует. Это ручная полировка, две недели каждый корпус дорабатывается вручную. Задняя крышка с элементами подковы, так называемой, и лимитка, это 2500 штук. И стоит, друзья, они будут порядка 5000 долларов. Как бы вам сказать, конечно, за черепаху это очень дорого, но они будут распроданы. Это 100% коллекции, они разойдутся, само собой. Сводные характеристики вы видите на вашем экране. Увеличилась водозащита до 200 метров. Корпус из нержавеющей стали с покрытием теперь стал. И, естественно, новый механизм и за первое стекло. Раньше был двойной Hardlex. Seiko Prospex Limited Edition, 1970-х годов, Divers, Recreation, Черепаха, или в народе, SLA 033J1, 2500 штук, 5000 долларов. Идем дальше. На вашем экране новая линейка Seiko Presage Arita. Друзья, циферблаты здесь из фарфора. Были подобные модельки у нас с эмалевыми циферблатами, стоили от 80 до 100 тысяч японских йен. Новые модели Arita Farfor, традиционное мастерство и современные методы. Стоят они уже гораздо дольше. Сразу скажу, говорю, что модель, которая сейчас на вашем экране будет стоить 180 тысяч японских йен. Это совершенно немало. Почему такая цена, я сказать вам не могу. Я понимаю, что ручная работа, ну например, эмалевая циферблаты, это тоже ручная работа, и всего 15 штук в день. Но здесь вот Seiko более оценил часы. Правда, оговорюсь, что они на калибре не 6R15, а 6R35. Хотя характеристики примерно схожи, судя по описанию. Итак, давайте немного про Ариту и фарфор, а про историю. Арита, небольшой городок на острове Кюсю, третьем по величине острове на юго-западе Японии, приобрел известность в начале 17 века, когда там была обнаружена глина, пригодная для изготовления фарфора. И ее фарфоровые изделия вскоре стали высоко ценятся в Японии за высокое качество и артистизм. В течение одного поколения фарфор Арита, также известный как изделия имари, после того, как порт, из которого было отправлено большинство товаров, стал известен за рубежом и экспортировался сначала в Европу, а затем по всему миру, когда Япония открыла свои двери для международной торговли в 19 веке. Сегодня фарфор Арита по-прежнему высоко ценится во всем мире, и многие производители фарфора по-прежнему процветают в городе, где проживает всего 20 тысяч человек благодаря своей данной традиции ремесленничества. Богатому разнообразию своей продукции и уникальной японской чувствительности, которую они воплощают. Сайка Присаж приветствует японское мастерство фарфори от Арита. На вашем экране часы за 200 тысяч японских йен, но калибр здесь не новый, это 6R27, тот же, который ставили в эмалевую модель за 100 тысяч японских йен, сару в 0.11 она называлась. Наследие фарфора Арита уважается в цвете циферблатов белого цвета, с примечью синего, который был цветом самого раннего фарфора Арита. Циферблаты, которые сделаны в самой Арите, имеют богатую текстуру и глубину, что является признаком всего самого прекрасного фарфора. Поэтому фарфор Арита был, естественно, выбран для циферблатов коллекции Присаж, но команда Присаж должна была быть на 100% уверена в прочности данных циферблатов. Новый тип фарфора, созданный всего 3 года назад, обеспечивал это решение. То есть специально для Сейка были созданы эти данные фарфоровые циферблаты. Новый фарфор более чем в 4 раза тверже обычного материала и обладает прочностью и гибкостью, необходимым для циферблатов часов Присаж. Вот так вот, хотя непонятно, зачем особо прочные циферблаты, вроде как в часы никто ронять не собирается. Новый фарфор Присаж изготавливается в Арите, который делает фарфор с 1830 года. Хироюки Хошигучи, мастер и его коллеги разрабатывают циферблаты с командой Присаж в течение последних нескольких лет. Собственно говоря, мастер на вашем экране. Многоступенчатый производственный процесс, между прочим, если кто еще не догадался, естественно. Первое. Моддинг. Для производства циферблатов требуется сложное сочетание мастерства, терпения и, еще раз, мастерства. Сначала базовый материал примещается в специальную форму, которая дает глубину циферблата. Особенно версии, где индикатор запаса хода утоплен с циферблат с глубоким вырезом. Это где моделька 6R27. Затем циферблаты сушат, а затем обжигают в первый раз при температуре 1300 градусов, чтобы затвердел материал и стал кристально чисто снежно-белым. Затем у Хоши Гучи и у мастера наносят глазурь вручную, после чего циферблаты снова обжигают, на этот раз цимитируя глазурь на циферблате. Процесс, который продает циферблатам и глубокий насыщенный вид, и тонкий синий оттенок. Далее третий завершающийся процесс. Далее отверстия для окна даты делают, для стрелок вырезы делают лазером. И, наконец, циферблаты снова запекают, чтобы сгладить вырезные поверхности. Вот такой вот трудоемкий и долгий процесс. На вашем экране две модельки представлены на данный момент с фарфором. Слева SARKS 061 на калибре 6R35, 180 тысяч японских иен, то есть примерно 100 тысяч рублей. И SARK 049, справа, калибр 6R27, 200 тысяч японских иен, то есть примерно 120 тысяч российских рублей. Две интерпретации, одна с новым расширенным калибром запаса хода. Это про модель на 6R35. 6R35 обеспечит запас хода в 70 часов. Друзья, наконец-то у Seiko появился трехстрелочник с запасом хода более 50 часов. Это круто, и наверняка скоро эти механизмы станут массовыми. Ура! И остается добавить, что данные модели будут доступны в сентябре 2019 года, а на европейском рынке они будут называться SPB093 и 095. Идем дальше. Astron GPS Solar отмечает 50-летие кварцевого калибра Astron. И Seiko выкатывает на рынок новые стальные корпуса, очень похожие на черепашки на калибре 5AX. Хороший калибр, мы его уже обозревали. Наконец-то были действительно внесены нормальные изменения, не косметические, теперь стрелки двигаются быстро, отдельные приводы для каждой стрелочки, и также ряд других преимуществ также был, вы можете посмотреть в нашем обзоре на модель SBXC001. Новая серия разделяет несколько аспектов дизайна знаменитого кварцевого струна 1969 года. Корпус имеет тот же изогнутый силуэт, такие же большие широкие пушеры и точно такую же тонкую лицевую панель. При должном уважении к своему наследию, дизайн также имеет современность, которая говорит о передовых технологиях внутри. Увеличенная мощность модуля GPS позволяет использовать сталь вместо керамики для лицевой панели, а часы обеспечивают повышенную производительность, но при этом они меньше и тоньше, чем когда-либо. То есть у нас, друзья, с вами уменьшенный размер Астрон. Будут выпущены, естественно, несколько лимиток по этому поводу к 50-летию Астрон, с красивыми продольными полосами на циферблате. Задняя крышка, вы можете видеть, 1500 штук будет выпущена, одну из моделек, и в комплекте будет идти каучуковый ремешок. Серия 5Х, лимитированная модель, 1500 штук. И также будет несколько рядовых моделек, выпущена в сентябре 2019 года, SSH019-021-024. Модуль, кстати, 5Х53, то есть модуль не новый, а его уже обкатали в модельках SBX-001 и прочих. Друзья, сейка на этом закончили, наконец-то ролик получился длинный. В конце сейчас вас ожидает видеоряд, можете смотреть, можете нет, но посмотрите на живые фотографии всего того, о чем я рассказал, и увидите несколько не новых моделей, а в обновленном цвете циферблата. Будет само, будут монстры, будут самураи. Достаточно интересные модельки, посмотрите, может быть кому-то что-то понравится, приобретите для себя. На этом все, до встречи в четвертом ролике, посвященном базе. Мы выделим самые интересные модели, найдем классные живые фотографии, и вам обо всем этом еще раз расскажем. Всем спасибо, всем пока, носите самые лучшие часы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok